Когда мы строим семью, мы обязаны понять каждую сторону, понять то, что кто такой женщина, что мужчина по ней понимал, кто она есть, что она засушилась в принципе, что может муж ожидать от жены, что не может ожидать от жены. Жена, она должна понять, кто такой муж, кто такой мужчина, давай начнем с этого. До того, как человек уже зайдет узнавать о другом половине, что это за человек, с кем мне сейчас придется в принципе жить 120 лет. Нужно вообще понять о сущности в принципе другой половины. Как мы уже в всех прошлых уроках неоднократно упомянули о этом и показали о идее то, что мы столько мужчины и женщины, они разные, то мы должны изучать, насколько наша рука про тебя дойдет, понять в принципе с кем мы и с чем, и с чем мы при себе мы делаем. И все некоторые вещи, которые как мужчины никак не можем ожидать от женщины. И женщины никак не могут ожидать от мужчин. Потому что у нас существо, как у мужчин, что-то другое. И у женщин тоже существо другое от нас. И ожидать каких-то вещей, которые они у меня в состоянии, это как бы и нечестно, и оно как бы нереально тоже. Посмотря как до свадьбы мальчики и девочки при себе живут. У девочки есть подружки, ее сестры, брат, братья, папа, родственники, где он видит на самом деле мужчину. Такого братья и своего отца и может быть родственника. И может быть она догадывается, что может быть мужчина, что она есть, что он есть в принципе. И как при себе должен быть мужчина дома и так далее. Все то, что она видит у себя в семье дома. Но большинство времени девушка проводит, например, проводит среди своих подружек. И она сама как бы женщина. И она думает то, что это есть определенные вещи, так как человек, так как другие как бы подружки, можно было ожидать от них. Или ожидать то, что они будут делать или не будут делать. Это то, что она в принципе всегда живет. Это такими представлениями. После того, как женщина выходит замуж, она думает то, что в принципе так же можно ожидать от мужа. Но вот через какое-то время, или она сама так говорит, или жизнь заставляет понять то, что нет, мужчина невозможно некоторые вещи ожидать. Потому что мужчина это что-то другое. Аналогично касается это мужчины. Мужина постоянно с друзьями. Что он делает? Или учится, или занимается бизнесом, или футбол играет, или что-то такое. Постоянно среди мужчин. Теперь, все то, что можно ожидать, мужчина это абсолютно что-то другое от женщин. Посмотрим, как мужская квартира выглядит до свадьбы, если он холостяк. Никто не хочет даже ногу туда поставить, потому что ты не можешь поставить ногу туда, потому что нет места, где поставить. Все бардак. Он так живет, а ему нормально. В себе, в семье, когда человек строит, такую жизнь уже невозможно вести. Ожидать вещи, которые друга можно вести. Сказать то, что, ой, друг, типа, хочешь пойдем в футбол, поиграем, нет плохого настроения, до свидания. Можно ли такого сказать женщине? Да, как бы, может быть, обижать, допустим, мальчика, это намного легче. Он больше, быстрее успокаивается, да. Но женщине, может быть, такое же ожидание быть от своей жены? Или жизнь заставляет, или мы сами понимаем то, что нет. Женщина это что-то другое. И за это необходимо понять, вообще, с кем и с чем, в общем, именно вообще дело? Для чего, в принципе, в чем, как бы, назначение, скажем так, женщине, в семье? Как Тора, как Творец на это смог? Как Творец нам говорил, в чем, должна быть, именно функция женщины в этом, и в чем должна быть функция мужчины? Куда, кто именно ведущий? Кто она ведущий? В разных, в разных, как бы, ментальностях, в разных, как бы, выражениях, так как некоторых, там, как бы, и они говорили то, что, вот да вот у Кавказского или так далее. Там вот вот вы мужчина именно ведущие и так далее. Вы именно тут именно. Там говорят, не, не, вы там подкаблучники, там женщине ведущие, там мужчине ведущие. Я сейчас повторю то, что нет, вообще, отсюда тут, больших вопросов, как быть. Потому что, вопрос в том, что как мы совместно вед этом, все. У каждого есть свою роль, что мы должны делать? Тут нет вопроса в том, что, не дай бог, кто-то должно быть, так назовем так, подкаблучником, каблучником или он должен быть там жёстким и под его словом мы должны все слушаться и так далее. Вопрос не в этих абсолютно делах. Дело понять то, что мы люди и мы строим еврейский дом. В еврейском доме должна быть общая цель. Общая цель что? Чтобы была гармония, чтобы любовь, чтобы было взаимопонятие, где есть еврейские позитивные качества. Теперь, рядом в еврейском доме мы должны изучать кто есть что. Что такое мужчина, что такое женщина, чтобы не ожидать или что можно, что невозможно ожидать и узнавать, может быть, вещи, которые мы никогда не знали, может быть, недознали этих вещей, но эти вещи, может быть, становятся более ясны с вашей помощью. Первое, которое необходимо как бы в этом как бы упомянуть, то, что написано в принципе в Торе при сотворении Адама и Хаба. Если мы хотим что-то изучать о сущности мужчины и женщины, первый адрес это что? Что сотворение Адама и Хаба, потому что оттуда войдет все. Оттуда войдет все. Написано в Торе, дорогие друзья, то, что Творец создал Адама. Мы уже сказали то, что Адам и Хаба они были тупорцов им. Мужчина и женщина они были прилиплены и потом Творец разделяет мужчину и женщину. Говорит Творец то, что давайте создаем эсэло эзеркенэкдо. Давайте создадим кого? Создаем эзеркенэкдо, помощника перед него или помощника для него. Кенэкдо можно это привести так как для него или против него. Кенэкдо это всегда против. Может быть для него или против него. Значит, сущность всей женщины, то, что она была разделена от мужчины и сейчас женщина уже не прилиплена к мужчине, а они две, как бы два человека. Женщина, у нее роль, говорит нам уже Тора, она по сущности ее роль, что помощника для мужа. Помощником для мужа. Теперь, в чем цель этого помощника? Что бы женщина абсолютно все делала или в чем она при тебе должна помочь? Чтобы дом убрать или в чем? В чем при тебе есть эта сущность всего этого? Помощникам для мужа, дорогие друзья, объясняющим мудрецы то, что понятно, что все вещи, которые касаются дома или у брать или дети и так далее, все абсолютно делаем совместно. Тут нет абсолютно никаких вопросов. Все то, что, конечно же, муж, женой, они сами решают, какие обязательства, какой вещь кто может, да, и у них есть, как бы, и согласие об этом, и гармония об этом, понятно это. Но в чем же она именно помощника? Она становится помощником, чтобы помочь его совершенствовать личность мужчины. Она помогает мужчине, своей другой половине, сформулировать себя, чтобы он стал личностью. То, что называется, наверное, ищиут. Она помогает его личность сформулировать, совершенствовать, помочь ему, чтобы он рос. Мужчина и женщина, даже если посмотрим чисто без, чисто реальность, если посмотрим, как они, в принципе, живут в мире. Мы все понимаем тоже, настолько они разные. Настолько они мамочками разные. Вы должны посмотреть даже маленького ребенка и маленькую девочку. Если спросить то, что вот как маленькая девочка просит, что? Просит, допустим, она хочет конфетку. Она что-то делала, она идет мило, спокойно. Мама, можно конфетку? Можно конфетку? Мама, можно вафли? Мама, можно крекер? Мило. Разговорят, извини, прости, я обиделась на тебя. Такими словами, милыми словами. С другой стороны, возьмем парня, какой извини, какой прости, какой этот, поднимается, берет, открывает шкаф, берет тебе конфетку, берет тебе вафли, идет спрашивается под столом, порвал, кушает и все. Скажет, Хайм, что ты делаешь? Что ему спросить? В его понятии, дом его, папа его, мама его, брат его, сестра его, вовсе его. Сему прожит весь мир. Он так себе с детства, так тебе, представляет тебя. Разница мы уже понимаем, уже с детства, настолько у них существительная разница. Значит, нудрецы говорят, заметь на лицо мужчиной и женщине. Лицо настолько у нас, у мужчин, у женщин разное. У женщин намного тонкое, намного более четкое именно контуры и чертичка как бы лица. И это не просто так. А у мужчины наоборот, грубые, нос как орел, иногда волосатые очень сильно, иногда треугольник голова, четырехугольник голова. Ты как бы там не совсем красивая такая женщина. Это не то. Это не то. Тебе, это что просто так? Я бы дай, что там просто так. Значит, мудрецы говорят, паним, лицо, это от слова панимеут. Это показывает внутреннее состояние человека. Это тонкое лицо, которое есть у женщины, это показывает ее тонкость, ее души. Грубое лицо мужчины, это показывает его грубость. Его грубость. Даже его тонкая душа у женщины, в чем же проявляется на самом деле тонкость его души? То, что она намного приближенная к творцу. Женщина по натуре, дорогие друзья, она намного приближенная к творцу, чем мужчина. Из-за этого она намного чувствительнее. Она намного ощущает вещи. Женщине ты расскажешь одну историю, она может плакать. Иногда мужчина может зайти дома, а она просто плачет. Ты спрашиваешь ее, дорогая женщина, почему ты плачешь? Нет причин. Нет причин. А Зоя просто плачет. Почему так? Она очень привязана к своей душе. Она очень чувствительная, она очень эмоциональная. Она намного приближенная к творцу. Мы это видим где? Тоже посмотрим обязательства, которые творец надлежит над мужчиной и над женщиной. Женщина, она не обязана изучать только те законы, которые ей нужны для дома, для галаход и так далее. Изучение талмуда? Нет. Но очень много, большое количество заповедей, которые она освобождена из этих заповедей. Почему? Потому что она сам по себе уже приближенная к творцу. Прирождение, она уже очень близок к творцу. Она очень духовная. Она очень духовная. Мужчина с другой стороны не такой. Мужчина с другой стороны не такой. А кто же из принципа мужчина? Мужчина это разум. Иными словами, голова, разум это мужчина, сердце, эмоции, чувства это женщины. Это первое, с которым мы должны понять, кто есть кто. Из-за этого, если женщина, допустим, хочет и ожидает, то что мужчина был очрезмерно, допустим, чувствительный, чувствительный в плане эмоциональный, допустим, это более правильное слово выражает, допустим, к своим детям, чтобы, так как она хочет, так как она, допустим, обращается к детям с любовью, ци-ци, ци-цу и так далее, ожидать от своего мужа, понятно, что он не такой. Он не такой. Он невозможно ожидать, что он будет такой мягким. Проводает, что мужчина должен быть очень чувствительный и, дай Бог, не дозадевать никого и так далее. Не в этом дело. А именно тот выражение, тот именно эмоциональность, то вот, так как женщина может, мужчина не в состоянии. Он не такой. Он просто-напросто не такой. Из-за этого первая вещь, которую здесь уже мы понимаем, чтобы женщина ожидала от мужчины такого, она не может. Она не может. Я скажу, что назови так, как я называю наших детей. Назови так и мило все так, как я называю моих детей. Обращайся так же, как такими милыми словами. Он грубый. Даже голос у него грубый. Он не может. Это что-то другое. С другой стороны, обязательство на мужчине надлежит на что? Посмотреть на вторую половину. Посмотреть то, что женщина, она эмоциональная. Она чувствительная. И значит, если она чувствительная, осознавать то, что ей необходимо чувство. Ей необходимо чувство. Ей необходимо эмоции. Так и говорят наши мудрецы, то, что почему женщине намного тяжелее простить прощение. Она тяжело прощает. А мужчина намного легче. Говорят наши мудрецы, да. Она с того места, откуда она вышла. И он с того места, откуда он родился. Откуда мужчина родился? Из земли. Из земли. Из земли, если ты возьмешь, да. Поставишь его в воде в этом. Сразу же размягчается. Женщина откуда? Из кости. Кости. Иди его. Тяжело. Наливай столько хочешь. Тяжело. Из этого говорят наши мудрецы. Произошло дома ссор. Знай, она чувствительная. Она эмоциональная. Иди сразу же успокой ее. Иди сразу же успокой твою жену. И как мы уже сказали неоднократно, то, что наши мудрецы были чрезмерно осторожны. И это то, что в нашей недельной главе тоже написано. Осторожность к обидам. Чтобы не дай Бог не обижать. Потому что лицо на лице женщины слеза вот тут лежит. Вот тут. Прямо. Одним просто причину найти и все. Она уже сразу же вышла. Ей очень тяжело. Ей очень легко обижаться. И не дай Бог, если она обижается. Не дай Бог. То, как говорится, говорят наши мудрецы. То, что все двери закрыты в Шамайме. На небесах. Кроме тогда, когда человек слезами просит что-то. И не дай Бог, если женщина она слезами, она плачет. Ее поломано именно сердце. Не дай Бог, если у нее есть какие-то плохие мысли о своем муже. Или какие-то плохие негативные вещи. Не дай Бог, не дай Бог, дорогие друзья. Нужно этого шли на очередь тоже знать. Если женщина действительно дошла уже до этого. Не дай Бог, что она пришла до того, что пожелать или что-то делать. Даже от мужа. Она должна быть очень сильно осторожна. В этом момент. Это очень-очень критичный такой момент. Из этого наши мудрецы говорят. Знай. Она очень чувствительная. Она очень чувствительная. Чтобы не дай Бог, не было ночи. Чтобы женщина ходила спать. С настроением того, что его муж, я у нее просил прощения. Произошло ссор. Надлежит обязательно успокоить его сразу же. Сразу же. Почему? Потому что если мужчина, не дай Бог. Им это прекрасно все знают. В этот вечер она не успокоит. Он не успокоит его. И она не просит ее в этот же вечер. То что? Накапливается. 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 Вначале она уже держит сначала бомба. Потом ракета. Потом атомный реактор. Потом она может уничтожать просто мужа со всех сторон. И тот момент тогда, когда выйдет это все. Сначала начнет она кидать бомбы. Потом ракеты. Потом винчестера. Потом атомный реактор будет кидаться на него. Пока он просто уничтожится видами. Все прекрасно знают. Она все держит. И она все превращает эти все бомбами. Она все это в нее. И не дай Бог, чтобы это все не вышло просто в один день. Из-за этого, пока эти эмоции не произошли в атомных реакторах, и атомных бомбах, и в винчестерах и так далее. Успокой ее сразу же. Успокоить женщину в этот же вечер. Тяжело. Иногда мужчина пришел тяжело от работы. И было что-то не так и так далее. И он хочет спать. Не дай Бог, не дай Бог, чтобы они пошли спать, когда они поссорены. Не дай Бог. Потому что женщина она чувствительная. Она очень тяжело переживает эти вещи. Она очень тяжело переживает эти вещи. И даже знать, что женщина, у нее она очень сильно привязана к своим эмоциям. Теперь, осознавать эти вещи. То, что женщина, она больше чувствительная, больше эмоциональная. Ей нужно тоже, чтобы с ней эмоционально разговаривали. Необходимо, чтобы с ней обращались тоже эмоционально. И нужно это как вода. Я прочитаю выражение, которое писал, которое говорил Хазуниш. То, что желание, желание всех женщин, я прочитаю. Натура женщины, чтобы быть зависимым от своего мужа. И на него есть абсолютно все надежды. Она только ожидает, только смотрит на него. Из-за этого, когда происходят такие вещи, нужно быть очень чувствительным, очень эмоциональным. Теперь, эта идея насчет того, что мы сказали сейчас, то, что она является эмоциями и он является разумом. Это приводит нам понять тоже назначение, то, что мы сначала начали, в чем назначение мужчины и женщины, и в чем же она дополняет его, в чем же она является помощником для мужчин. Все просто понимаем то, что чистый разум, мужчина, логика чистая. И чистой эмоции человеку не приведет ни к чему хорошему в дальнейшем, как бы, дороге, если задумаемся. не то, не то, в экстреме это опасно. И то, и то опасно. Нужно, чтобы было всегда соединение. Нужно всегда, чтобы было соединение этих двух вещей. Этих двух вещей. Из-за этого они живут вместе, совместно, чтобы дополнять друг друга в этих вещах. В этих вещах. И мы его эмоциональности, ее реальности, то, что она есть. И как она помогает своему мужу построить свою личность. Построить свою личность. Дорогие друзья, задумайтесь еще пару секунд насчет женщины. Женщина это творение, которое, я сказал бы, булдозер просто. Просто булдозер. Постановим, сколько женщина в состоянии выдержать вещей. И сколько мужчина в состоянии выдержать вещей. Только чисто пример о терпении. Терпение. Женщина, она же чувствительная. Если вы тоже чувствительны, у нее есть невероятная большая сила терпеть вещей. Ребенок что-то не так делал. Она просит, мама, дай мне, пожалуйста, конфетку. Я хочу вафру. Я хочу чипс. Нет. Нет. 12 часов утра. Ребенок получил слово от мамы нет. Ребенок ходит туда-сюда, туда-сюда. Как солдат. Мама, конфетка. Мама, чипсы. Мама это. Час. Два. Нет. 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 Три. Четыре. Пять. Шесть. До того момента, когда она не идет спать, она просто не ломается. Она просто не ломается. В восемь вечера приходит папа. Приходит папа с работы. Ой. Доченька. Все дети. Все обнимаются. Папа. Ребенок знает что. Папа, он слабый. Папа, с ним можно поиграться. Папа, можно, пожалуйста, конфетку? Папа сразу у нее сердце не может. Мама говорит, нет. Он, она, он и она. Они вели себя очень плохо. Они плохо вели себя. И ребенок. У нее есть такой голос он знает. Уже все ключ к папе. Маленькие слеза. Маленькие слеза. Папа, я исправлюсь. Я буду другим. Я буду лучшим. Это была ошибка. Я не хотел. Мне это делали. И ребенок, начиная на чувствах отца разговаривать. Ей нужно было все пять минут. И папа. Ладно. Ладно. Ради исключения. Ради исключения будет этот инфаркт. Ради, ради, ради исключения. Завтра будет лучше. Мама выдержала целых восемь часов. Было как железо. Она ничего не здесь сдвинула свое место. Папа. Пять минут. И все. Только поиграй с его эмоциями. Ну все. Второе правило дорогие женщины и дорогие мужчины. Мужчине нет терпения. Мужчина не может. У нее нет терпения. Женщина, она может быть сильной. Она может терпеть вещи. Мужчина нет этого. Мужчина очень тяжелого этого. Во особенно как женщина убирает дом. Женщина может чистить полчаса. Час. Два. Три. Убирай дома. Чтобы не одна. Не дай бог. Где-то. Чтобы пыль даже не была. Мужчина. Дай ему швабру. Пять минут. Весь дом чистый. Блестит для него. Блестит для него. Что ты хочешь. Все идеально. Женщина это не идеально. У нее есть собрана. Она может терпеть. Пока. Пока. Это все не будет идеально. Все чистка. Чисто. Не будет блестеть. Она не успокоится. Неми словами. Мужчина хочет чтобы выглядело чисто. А женщина хочет чтобы было чисто. Разница между мужчиной и женщиной. Он не может терпеть сколько а чтобы пойти именно шваброй делать это все правильно все чисто. Чтобы он не может этого. Сколько раз было то что женщина сейчас помыла пол и он хочет зайти в эту комнату. Она говорит не захотеть там сейчас мокро. Говорит нет нет я буду пойти там на кончиках пальчика я пойду туда. Он не может. Две минуты подожди. Но я хор. Но я хор. Он не может. Ему очень тяжело это все. Почему? Он другой. Он другой. Это эти вещи которые женщина тоже должна осознавать. И не ожидать что да будешь такой как я. Нечего ожидать. Он просто другой. Он просто другой. Она тоже другая. Она хочет чтобы блестело абсолютно все. Для мужчины должно быть это ясно. Что эти две разные знаменитые творения. Теперь. Если можем сказать еще глубже эту вещь. Можно сказать то что мужчина всегда смотрит на вещи в общем. Женщина насматривается на деталях. И это в дальнейшем с помощью я тоже посмотрю. Настолько это важно в жизни. В ежедневной жизни. Когда вопрос идет открывать бизнес. Открывать. Быть другом с кем то. Выбирать какую то вещь. Это настолько настолько важно чтобы знать кто такой женщина. Кто такой мужчина. Чтобы знали кому и где. Что. Какие силы именно использовать. Плендер это с помощью. Дойдем к этому. Но понять эта вещь то что она смотрит все в общем. Она смотрит все в детали извините. Мужчина все смотрит в общем. Все идеально. Все хорошо. Примеру скажем. Да. Муж женщина встречались с друзьями. После того как выпили кофе и все это. То сюда. Муж женщина идет обратно домой. Жена рассказывает. О. Ты видишь. Заметит то что она такая хорошая машина. Заметит как у нее там. Не знаю. Красивое. Красивое платье было. Или там было как бы красивое там кольцо. Или там что такое. Я спрашиваю. Какая машина. Был там вообще машина. Был там кольцо. Был вообще. Были вообще в кафе или нет. Он вообще не замечает этих вещей. Он пришел поговорил. Ушел. До свидания. Он другой. Она все замечает. Она как сканер. Видит человека. жоп. Все знает. Сколько она похудела. Не похудела. Что она одета. Какая фирма одета. Что есть. Что у нее нет. Все абсолютно знает. Это женщина. Это мы должны знать. Мы должны осознавать это. Чтобы не дай бог. Чтобы не ожидать этих вещей. А почему ты другая. Почему ты такой. Почему ты такая. Необходимо чтобы этих вещей осознавать. Добавительный момент который идет то тоже от характера мужчины и женщины. Это отношение к другому полу. Как мужчина смотрит на женщину. Как женщина смотрит на мужчину. По закону посмотрим дорогие друзья. Могут ли мужчина и женщина в принципе вместе танцевать. Говорит закон. Нет. Может ли женщина посмотреть как мужчина танцует. Может. Может ли мужчина посмотреть на женщину. Как она танцует. Как она поет. Этого нельзя. Может ли мужчина посмотреть на закрытые части женщины. Этого нельзя. Почему. Женщине можно и мужчине нельзя. Дискриминация. Мабая. Мама майня. Это мои дорогие друзья. Разница в этом теле между мужчиной и женщиной. Это 180 градусов. И если женщина этого не знает. Не дай бог. Она может прийти к совсем хорошим вещам. Мужчина. Когда видит женщину. Это не просто женщина. Мужчина берет свои мысли на 10-20-30 шагов вперед. Он видит в женщине. Он видит грех. Он видит грех там. И когда женщина поет. Поет даже я говорю. Или это. У него сразу же появляются плохие мысли. Негативные мысли о грехах. А женщина с другой стороны. Когда идет допустим на встречу с мужчиной на щитухах. Что она. Что. Она одевается допустим не скромно. Чтобы показать допустим. Она что. Показать. Чтобы получать допустим эти эмоциональные это. Что она думает. Она думает. Что. А. Показать ему. Что. Чтобы я почувствовал себя хорошо. Что приходит. Что это. Было приятно. И ей становится приятно. И так далее. Откуда это все эти вещи выходят. От эмоций. От рогашот. Когда она встречается. Проходит на это. Если бы она знала. Что мужчина думает в этот момент. Она бы покрыла по себе. Все. Всеми вещами. В ее мыслях что-то другое. В твоих мыслях. В женщинах. В мыслях в чем. В смысле в том. Что. Да. Эмоциональность. Что. Почувствовать себя хорошо. Что было хорошо. Что в его глазах показаться приятно. Красивым. И так далее. А он видит абсолютно что-то другое. Когда говорит. Давай встретимся. Что видит она. Что видит он. Он. Она видит что. Кафе видит. Она видит эмоции. Она видит эмоциональную хорошую какую-то романтику. Она видит как солнце спускается. И она мечтает о каких-то вещах. А и спросить его. На встрече с девочкой и женщиной. Что он видит. Это кофе. Эмоции. Закат солнца. Это все личный. Не нужно. Он смотрит прямо только в грех. Эти вещи делают чтобы угодить. Но это существительная разница между мужчиной и женщиной. И это мы обязаны понять для наших семейного наше счастье. Объясним где. Когда женщина. Дорогие друзья. Она красится. Когда она украшается. Когда она хочет быть приятным. Она делает для мужчины. Говорят наши мудрецы. Разве что женщина делает. Украшается. Ради кого-то другого. Только же для мужчины она делает. Она же делает это все для мужчины. И мужчине необходимо ценить тогда когда она этого делает. Она делает. Она эмоции. Она эмоции. Она все то что она видит. Она это все эмоциональные моменты. Мы видим мужчине что-то другое в этом. Но когда знаем то что кто есть на самом деле женщина. И настолько эти вещи ей необходимо. Необходимо тоже ценить это. Женщина она накрашивается и все делает прелесть и шик и блеск. Только ради одной. Одного слова что мужчина просто чтоб ее муж именно сказал. Муж именно муж. Она ожидает именно мужа. Как мы сказали. Хазуныш говорит. Все глаза зависят от мужа. Все. Она только смотрит на своего мужа. Она хочет получить от него. От него эти эмоции. Она ожидает. После того как она выходит. Через два часа как она украшивала себя. Чтоб мужчина ее муж сказал. Вау. Вау. Женщина она сейчас старалась два часа чтобы угодить ее. А он говорит. Смогла. Как говорится по-немецки. Ты смогла. Мамыш ты смогла. Молодец. Ей вот это вау то что мужчина говорит. Она уже летает. Она уже ее эмоциональное состояние уже превзошло на все шкалы. Она она уже не в этом мире. Она уже оголочкой стала. Почему потому что она видит это что для нее я делаю. Дорогие женщины давайте посмотрим каждый из нас в сердце когда женщина готовит еду. В чем она видит. Или кого видит в этом кастрюле. Чье лицо там кружится. Муж нет. Муж. Муж. Ой ему это понравится. Ему больше сладкий нравится. Не-не-не. Ему в прошлый раз он говорил меня то что вот этот перец который мне привезли от чили и от этого. Вот это вы можете понравить. Допавлю еще вот так. Ее мама мне сказала ему это нравится. Ему это нравится. Приведу и что она может часами стоять в кухне чтобы ты за пять минут закончил эту еду и все это время она видит только в тебя в этой кастрюле. Только твое лицо. Только чтоб ты насадился этим. Все эти время. Давай скажем вот на что женщина готова. Она готова на все абсолютно пойти чтобы угодить для своего мужа. Она готова часами пойти поискать эту еду то что ему нравится. И сделать. И если не получилось она опять готова это опять переделать. И все ради того то что ему было приятно. И от него что зависит опять так эмоциональный момент. Спасибо дорогая. Спасибо. Была чудесная просто еда. Чудесная еда. Даже если 10 утра не получилось. Но она пошла. Старалась. Она все сделала. Она все сделала. Она все сделала. Она все сделала дорогие друзья. Ими тут я бы хотел сказать еще очень такой интересный момент то что даже иногда если может женщина не получила что то. Если мужчина говорит молодец кола кого ты так далее. Мы не представляем какое у нас отношение к творцу. Потому что мы уже неоднократно сказали. В этом мире творец все делает мира за мир. Если мы молчали тогда когда нам это не нравилось. То творец сверху тоже смотрит на нас так. А. Хай. Моше. Иди. Ты сейчас помолчал тогда когда твоя жена делала так. И ты могла отвечать. Извините. И ты смогла. И ты смог при тебе отвечать. Ты не молчала. Я промолчу тогда когда что то плохое должен прийти не дай бог на тебе. Я промолчу сверху тоже. Женщина то же самое. Она хочет что то сказать. Она молчит от этого. Мы не можем знать какой она подарок может в этом моменте получить. Эти моменты. Эти эмоциональные моменты чтобы мужчина осознавал то что она делает это для меня. У нее что играет. Играет эмоции. Ее эмоции играет там. И с другой стороны тоже. Мужчина чтобы женщина поняла то что мужчина есть. Она полностью на разум. Он разум. Он думает логика. И все. Посмотрите дорогие друзья. Настолько далеко идет вот эта идея о которой мы сейчас говорим. Настолько она эмоциональная. Настолько она в состоянии терпеть. Настолько она как мы сказали булдозер просто. Она просто невероятно большое творение в этом мире. Еврейский народ находится в Египте. Паро говорит то что всех мальчиков которые есть еврейские не еврейские мы всех в воду обязательно выкидываться. Почему? Потому что избавитель еврейского народа он сейчас мужчина он сейчас только что родился. Всех выкидываем в воде. В этом момент когда услышали это страшное как бы наказание. Страшных как бы вещей. Что говорит Отец Моши Рабейну. Дорогие друзья. Отец Моши Рабейну. Нет. Отец Моши Рабейну. Говорит. Все. Мы. Он разудился со своей женой. Рудился со своей женой. Посмотрев на него все евреи тоже родились со своими женой. Приходит пятилетная девочка Мириам. Дочка Амрама. Отца Моши Рабейн. Говорит то что Папа. Паро убивает мужчин. А ты убиваешь и мужчин и девочек. И мальчик и девочек. Можут все родиться девочки. Папа. Подумай. С другими словами. Что она говорит? Она говорит. Папа. Есть надежда. Мы выйдем. Закончится это. Что-то будет. Будет. Даже мы не будем так наде... Не смотри только на это. Амрам с другой стороны дорогие друзья. Это один из людей который не грешил в своей жизни. Дорогие друзья. Это уровень который мы не можем себе представить что был Амрам. Что мы видим здесь? Чистый разум. Убиваем. Убивают детей. Зачем дальше жить? Разводимся. Чистый разум. Все. А Мириам с другой стороны показывает своего отца. Нет папа. Есть надежда. Есть будущее. Есть этот. Может быть женщина будет. И рождается. Он возвращается к своей жене. И в итоге дорогие друзья. Рождается. Избавитель еврейского народа. Мушараба Иванова Шараба. Женщины посмотрим на что они были способны в Египте. Дорогие друзья. Когда мужчине они не могли. У них не было сил. У них не было ничего. Они приходили. И они делали специальное зеркало. И показывали своих мужчин. Показывали. Они были. Все в этом грязи. Это все. И показывали себя. Они украшивали. И сделали себя красивым. И показывали. О. Смотри. Приходили. Мыли своих мужчин. И давали им воду. И давали им рыбу, чтобы покушать. И воду, чтобы выпить. И показывали себя в своем красоте. И говорили. Что? Я красивая от тебя. Изменяясь красивее. Больше чем тебя. Но показывали себя. И они таким образом. Почихонечку. Почихонечку. Пробуждали желания в их мужах. И таким образом зародился. Дорогие друзья. Еврейский народ. Под деревом. Дорогие друзья. Когда творец говорит. Что это была самая большая вещь. Которую женщине. Благодаря них. Мы вышли из Египта. Сама и сила именно женщины. У нее она эмоциональная. Но она просто невероятно просто сильная. Она невероятно просто сильная. Невероятно сильная. У нее есть эмоции. И нужно оценить. И видеть это. Но видеть ее силы. Мужчина дорогие друзья. С другой стороны. Быстро отчаивается. Женщина как мы сейчас только что увидели. Она идет вперед. Она верит в будущее. Будет что там. Мы сможем это. Прорываем. Все. Мужчина с другой стороны. И даже знать дорогие женщины. Он очень хрупкий. Пример. То что мы так хорошо сказали. Он может очень быстро ломаться. Ему что-то не так получился. Что-то не так. Он может очень быстро ломаться. И мы должны знать этого. Осознавать этого. В женщине есть эта сила. В мужчине это что-то по-другому. Теперь. Мужчина и женщина как мы сказали. Разум и эмоции. Говорят наши мудрецы. Женщина приходит чтобы дополнять своего мужа. И всеми этими сильными характерами. То что мы сейчас сказали. И всем этим противоречиям. То что мы сейчас вспомянули. Она приходит чтобы дополнять его. Быть помощником его. В чем же помогает женщина. Мы сказали помогает построить свою личность. Женщина она намного приближенная к творцу. Она намного сильная. Сильная. Она намного верит в будущее. Она эмоциональная. Она все. Но одновременно у нее невероятно большая сила. Тебе это все чтобы помогать мужа. В чем? Чтобы он построил свою личность. Говорят наши мудрецы. Захар удостоился мужчину. Удостоился мужчина в своем втором половине. Она становится помощником его. Не удостоился мужчина. Она превращается противником его. Может быть что женщина она помогает ему. И может быть не дай бог. Женщина противоречит его. Теперь. Как мы понимаем противоречит его. Этим она в состоянии помочь ему расти. Этим она в состоянии дать ему рост. Говорят наши мудрецы. Что это значит Захар? Захар это значит Зыкух. Он хороший. Он очищенный в его духовных качествах. Если он очищенный в своих духовных качествах. И он хороший. И он как мы сейчас упомянули. Он нормальный. Он уже совершенный. И все. Она становится помощником. А тот момент когда его качество. Его все поведение. Все такое. Она. Нужно его как бы починить. Ему нужно как бы работать. Она будет тем человеком. Который будет тебе менять. Менять не потому что у меня сейчас план есть поменять его. А она по существу. Она будет всегда тебе противоречить. Противоречить на что? На качество. На качество. Мужа женщин, она не получит эмоций от своего мужа. Не дай бог. Не дай бог. Не дай бог. Даже мы все упомянули не в прошлых уроках. Не дай бог чтоб это было. Говорили наши мудрецы. Если женщина не найдет эмоций от своего мужа она будет искать эмоции от другого мужчины. О и вей тому мужчине, которому его женщина ищет эмоции от других сторону. Ой, ведь того мужчина, который его жена ищет эмоций, спасибо, благодарю, такая ты красивая, такая ты хорошая у продавщица в магазине. Не дай Бог, она будет его давить до того, что она получит этого. Как мы уже сказали, закрывает мужчина именно женщину, она пойдет именно налево, как мы уже сказали. Женщина, вы должны ценить этого, и тогда, когда она, мы нет, мы не находимся в этом, она приходит нам именно противоречия, противоречия, чтобы показать, как зеркало, где мы должны обязаны меняться, где мы должны меняться. И благодаря нее мы, да, в состоянии построить свою духовность, построить свою личность, кто мы есть и что мы есть. Она, как лучше, чем она и творец, никто не знает, кто мы есть на настоящее. Она видит нас насквозь, насквозь. Мы думаем, что она этот, она, как все ЦРУ, все абсолютно сателлиты, которые сидят, например, все в его голове. Она все прекрасно понимает и сканирует тебе, кто мы есть, что мы есть, чем мы дышим, чем мы не дышим. Прекрасно понимает. И она самый лучший человек, который может нас сказать в лицо, Моша, меняйся. Моша, это проблема. Моша, давай поработаем над этим. И давайте задаем себе, мужчина, вопрос. Кто лучше друг? Является ли друг, который нам говорит, он, Моша, такой ты хороший, такой ты молодец, какой этот? Или друг, который тебе говорит, Моша, сейчас приди ко мне. Ты вчера бизнес сделал так и так и так. Это не было корректно. Это было фальш. Это ты должен меняться. Ты вот это, вот это не так делал. Меняйся, потому что я тебя люблю. Я хочу для тебя хорошую вещь. И пожалуйста, меняй. Меняй эту вещь, потому что для тебя это плохо. Кого мы должны любить? Конечно, второго друга. Конечно, второго друга. Он хочет для меня хорошо. Жена, она есть тот человек, который нам покажет, где мы должны меняться. И сейчас хочу обратиться к женщинам. Не дай Бог, это не значит, дорогие друзья, чтобы женщина сейчас приходит со своими альтерией, у нее есть цель, дорогой муж, ты сейчас на столе, операционный на стол, у меня план, буду тебя менять. Нет такого. Нет такого, дорогие друзья. Это не то, что она приходит, что менять. Цель в том, что совместно этого достичь, с ее любовью, с ее подходом, с ее мудростью, с ее человечностью, она в состоянии построить его личность. Помогать ему открывать на эти вещи глаза. И он, когда с его стороны открыт, и да, понимает то, что Бемед, что тут происходит, она пришла тут помочь мне. Эти вещи, когда он мне показывает, это же end of the day, конечно, не только это же для меня же, для нас же, для нашей семьи. Где-то в середине мы должны построить вот эту гармонию, вот эту семью. Даже для нашей это все. Как говорил один Равин, есть в этом мире два гроба, которые еще никто не занял. В одном написано, здесь похоронен мужчина, который менял свою жену. В другом написано, здесь женщина, который похоронил, по которой изменял своего мужа. Оба до сих пор не свободны. Ты не можешь менять. Ты не говорю, что я буду тебя менять. И большому, к сожалению, есть люди. Ваши истории, истории, которые... Мужчины приходили как железо, как железо к своим женам. Я исправлю тебя. Я из тебя сделаю человеком. Человек сам себя меняет сначала. Не вопрос, что менять кого-то. Но понимаем то, что это для чего было создано. И когда мужчина открыт к этому, то, что да, это есть цель всего этого. Чтобы мы менялись. И она со своей стороны настолько эмоциональность, его сила, его все то, что в нее есть. И ее как бы невероятно большой силой, которая в него противно заложена. Да? Она да, она в состоянии нас именно помочь. Она невероятно... Она в состоянии нас именно показать именно те или иные вещи. И она становится нам помощником. Ее эмоциональная сторона в семье, она наполняет наш разум, который у нас есть в семье. Муж направляет... Мне это для меня тоже следующий шиур на счет качественного мужчины. Мужчина направляет все. Женщина... Мужчина именно ведущий. А женщина направляет именно все движения, куда пойдет это все. Но он будет всегда ведущим. Он будет всегда ведущим. Должен быть. Если женщина возьмет руль и хочет самовести семью, это к чему хорошему приведет. Потому что это она эмоция. Ему нужен кто-то ведет. Тот, кто проведет именно паровоз. Кто именно поведет? Женщина может направить. Туда пойдем? Направо? Налево? Куда? Ну, это с помощью помощи еще мы пройдем. Как это должно быть делать? Как деликатно? И как это красиво? Как это четко должно быть? Но в первую очередь необходимо понять эти две контрасты, которые есть между мужчиной и женщиной. Он разум. Он цехель. Есть вещи, в которых он не может быть. Он не эмоциональный. Он может очень быстро раздаваться. Он может очень быстро отчаиваться. И он может иногда показывать именно свою слабость. И женщина с другой стороны, она другая. Чем? И в том, что она такая эмоциональная. Он обязан ему что? Хорошие слова. Как минимум 3-4 раза в день сказать, что он любит его. Он обязан сказать, мужчина обязан сказать это. Сказать, высказать этими словами. Один раз в неделю как минимум выйти куда-то прогуляться. Не нужно обязательно пойти в ресторан или что-то такое, если необходимо. Необходимо прогуляться, чисто выйти. Если мы чувствуем то, что это нам необходимо. Ей нужно это. Ей нужно и необходимо. Она чувствует, она эмоции. Необходимы эти вещи дорогие друзья. Он постоянно должен повторить эти позитивные моменты. Благодарности. Что он ценит ее. И всех этих моментов. Потому что она есть вся эмоция. Все эмоции в нее. Все, все. С другой стороны, женщина должна понять, что перед ним стоит разум. И я не могу ожидать то, что я ожидаю от своей подружки. А почему она не такая, он не в эйфории, когда мы идем покупаем что-то. Все, он ничего не понимает. Садится, допустим, мужчина и женщина выбирают покупать новый шкаф. Присыпает, просто хочу пример дать, насколько важно иметь именно эмоции, чтобы контролировать через именно разум. Женщина хочет сейчас покупать новый шкаф. Открывает, вырывает, смотрит в этом. О, вот это, смотри, красиво, идеально, то-се, то-се. Потом покажешь на него. Давай следующий. Ну ты смотри, ну ты этот, ну ты этот. Он говорит, подожди, смотри, это не подходит. Это намного больше, чем это. Чем больше, наверное, наша комната. Он смотрит все очень разумно. Это не идет. У нас финансы не позволяют. Или там нереально этого делать. Или это вообще не к теме. Говорит, идем дальше. Она что? Она увидела, захотела, все. Она улетела уже. Она уже представляет себе, как все эти шкафы стоят уже здесь. А он calm, cool, холодный. Он идет. И мы должны осознавать то, что он такой. Он такой. Где я тем или что? Мы не можем ожидать у него определенные вещи. Эти первые вещи, которые мы хотели бы здесь назаметить. Важные вещи между мужчиной и женщиной. Это очень интересная и невероятно важная вещь, которую я слышал от одного из раввинов, который говорил шиуры про шалубайт. И мне казалось, что это необходимый момент, который помянусь тоже в этих именно шиурах. А именно, посылка, которая написана. Его зовут Равнер Кавас. Те, которые слушают, я советую всем слушать его шиуры. Невероятно сильные шиуры про шалубайт. Можно в интернете найти и прочитать про него и так далее. Есть пасук в Торе, который написан, который, посмотрев на первый взгляд, мы бы не подумали, что можно оттуда его взять. Но посмотрим, столько мудрости заложено в одном слове Тора. Извините. Написано тогда, когда Творец хотел разделить Адам и Хава. Написано то, что Творец сначала усипил, можно сказать, усипил и дал поспать Адаму. И только после того, как Адама решил, дорогие друзья, поспал, только после этого Хава была взята от Адама. И он взял один из царвота, как бы разделил, не было, разделил одного. Спрашивает Раши на этом же месте, зачем нужно было, чтобы усипить Адама? Говорит Раши, Чтобы Адам не видел кусок мяса, из чего она сейчас строится в Бетидбазе Алав. И она станет премежительным, неприятным, не симпатичным, не премежительным в его глазах. Исторический фактор, дорогие друзья. Разве когда будет такой вещь? Такую-такую вещь? Разделяйте мужчину и женщину. Сейчас это, выйти с такой вещью, это же невероятно. Ты разговариваешь. Ты поспи сейчас. Потому что, если ты увидишь то, что от тебя мясо сейчас открывается, будет у тебя рана, открывность и так далее. Это все. И тебе это может быть противно. И оно станет потом тебе противным. Чтобы не было этого, иди спать. От этого, дорогие друзья, мы можем изучать невероятно большие уроки. А именно, не зайти в тех, скажем так, приватных сферах, в тех сферах, которые мы можем навредить наши отношения. И, не дай Бог, другая пара может стать нам несимпатичной. Не отдалиться нам. Отдалиться нас. Может привести какую-то неприязность друг к другу. А именно. Начнем с первого. Это то, что не видеть изъяны в другом человеке. Не видеть изъяны в другом человеке. Есть некоторые слабости, которые есть у мужчин и женщин. И нужно быть очень осторожным, чтобы не показать друг другу. Дайте пример. Мужчина, мы должны знать, что женщина обязана знать этого. Мужчина не знает, это очень хорошо. Мужчина любит спать. Это болезнь, которую невозможно менять. Это проблема. Это не проблема. Он любит спать. Что поделаешь. Видели вы женщину, которая в дня, не в шаббат, а в час дня идет спать на два часа. Вы видели такую женщину? Я никогда не видел. Я не слышал. Женщина локатор. В шесть часов встает. До двенадцати разговаривает. Делает. Идет туда. На машине. Все успевает абсолютно. Мужчина. Поработал чуть-чуть. Час-два поспать сейчас. Это его... Он такой. Он такой. Теперь. Для мужчины очень сильно важно. Вы даже знаете. Женщине это очень сильно не нравится. Женщине этот момент очень сильно не нравится. И не дай Бог, если мы хотим сейчас... Давайте сегодня сейчас поспать. Это может привести большую дистанцию от жен. Может привести какой-то неприязанность. Может быть какой-то это... Он спит днем. Как это? Женщина с другой стороны, конечно, она должна понять. Это вот то, что он такой. Но мужчина с другой стороны должен привести себя в такое состояние. То, что... Да поспать, но... Я сейчас не говорю, что человек хочет там действительно уставший. Поспал 10-15 минут. Лег и так далее. Говорим. А... Что? Действительно? А что она смотрит? Я тут сижу. Я убираю дом. Дети, это, то, сё. Домашнее задание. Он сидит. Храпит у меня. И это... Это может привести дистанцию. Из-за этого мужчина хочет спать. Не поднимается от дома. Идет в машине. Поспал. Полчаса. Час. Встал. Идет дома. Чтобы не привести эту дистанцию в семье. Женщина с другой стороны. У нее тоже есть болезнь. Никто не идеальный. Она любит разговаривать. Заши мудрецы говорят. Десять пакетов. Разговоров спустился в мире. Девять взяли женщины. Женщина, она может разговаривать. День, ночь, двадцать четыре часа. День, ночь, четыре часа. О чем? Ни о чем. Я не говорю, чтобы все время говорили ни о чем. Но она может. Она в состоянии разговаривать. Если мужчина послушает. Ты думаешь. Хиру. Алмата. Хиру. О чем ты разговариваешь? Что? Для мужчины это может быть странно. Но мужчина должен понять то, что это ее потребность. Она. У нее есть сила. У нее желание разговаривать. Из-за этого в первую очередь мужчины не должны знать. Она жажду с тобой разговоров. Она хочет. Ей нужно с тобой с кем-то разговаривать. И в первую очередь без вода. Это должен быть его муж. С мужем поговорить. Говорить. Как? Что? В чем? Она должна все свои энергии втаскивать. Поговорить. Полчаса, час. Величезно мудрецы, дорогие друзья. Вы ходили с своими женами каждый вечер. Полчаса, час в прогулку. Разговаривали. О чем? Обо всем. Кобеданила, что на ране, плохие вещи. Разговаривает. Ей нужно это. Даже если не о чем? Да, не о чем. Не о чем. Да, о погоде. О погоде. Мужчина это непонятно. Да. Но она такая. И если она разговаривает с кем-то и не давай сейчас. О чем ты опять начинаешь разговаривать со своими подружками, со своей мамой, часами и так далее. Не покажись. Иди спать. Иди спать. Как Ашем усыпил его, чтобы не было этой неприязанности. По отношению к ты, по отношению к жене, по отношению к тебе. Пусть муж пойдет просто спать. Отдохни. Все будет хорошо. Никто ничего не будет трогать. А коли я беседу. Первое. Она требует этого. Ей необходимо. И второе. Если да, действительно есть. Да, да. Никто не бывает идеальным. Что не бывает идеальным. Понять этот момент. Это всем необходимо. Второй очень важный и интересный момент. Не искать изъяния в другом. Есть некоторые, которые именно как археологи. Знаете, археологи идут. Ищут там вот это. Кратце. Вот это там. Это с этого века. Это этот. Это у тебя на наследие от твоей мамы. Это на наследие от твоей папы. Это качество ужасное. Это этот. Я еще вот и вот сегодня мне так сказал. 20 лет тому назад ты мне так сказал. Ищут в каждом слове, где было идеально. Не будь археологом. Не будь археологом. Не мужчина, не женщина. Не надо. Всех есть минус. Ищи позитивные моменты. Когда мужчина идет рассказывать своей маме. Женщина идет рассказывать своим родителям о минусах. И тогда это дополняет еще бензин на огонь. И начинается уже еще одна атомная реакция. Успокойся. Не надо бояться. Не ищи эти минусы. Не надо искать. Идем еще в следующий момент. Который очень сильно необходим тоже в этом. Не поймать нашу вторую половину. Тогда когда что-то очень горячее. Что-то очень не так. Я не имею ввиду плохие вещи не дай бог. А я объясню в чем я имею ввиду. Избивают такие моменты дорогие друзья. То что. Мужчина взял на себя что-то. Он хотел в чем-то меняться в себе. Он решил в себя все. Я с этого момента не буду курить. Не буду курить. А что. Не знаю. Через два месяца. Он уже так хотел. Уставший был на работе. Ему не повезло. Что-то было. Плохое настроение. То есть он. Держит уже. Одну именно взял. Сейчас у соседа. Взял одну. Сейчас сигарету. Он ждет сейчас поднимется. Сейчас в этом. Когда жена будет спать. Возьем эту сигарету на балконе. Ух. Чтобы успокоиться. Как бы сказали. Женщина. Она лаката. Она не спит. Мужчина думает что он спит. Она не спит. Никогда не спит она. Все время ее. Глаз 24 часа. Начеку она. Она сейчас почувствовала. Запах. Запах. Что там уже это. Интуиция у нее уже. Он поднимается уже на лестнице. Она уже знает что у нее в кармане лежит. Все знает. Не надо поймать. У него сейчас слабость. Он сейчас упал. Он сейчас. Не смотреть на него сейчас в этот тяжелый момент. Не показаться перед его лицом. Что он в ПВД не посиделся. И это не совсем приятный момент для мужчины тоже. Не совсем приятный момент. Спать. Байшан. Авраама. Адамар еще поспал. Иди спать. Иди спать. Не смотреть на это меньше. Он тоже человек. Он тоже человек. Или же женщина. Она села на тебя диету. Она села на тебя диету. Выдержала недели две, три, два месяца. И вдруг приехали ее родственники. Она хотела приготовить пирог. Она приготовила пирог. И ковыряет женщины. Я слышала. Это что? Женщина она не кушает. Она подправляет просто углы. Подправляет углы. Это не ровно. Еще один кусок. Еще один кусок. Еще один кусок. И мужчина понимает то, что сейчас кто-то очень много ковыряется. И долгое время находится кто-то в кухне. И что-то не нет звука того, что кто-то что-то готовит. А именно не ты. Он понимает то, что она поломалась. Оставь. Не покажись перед ним в лицо. Не покажись. Это не совсем симпатично. Не совсем приятно. Показаться в такие. Более ман. Она поломалась. Все. Все. Потому что эти моменты она дает нам больше дистанции. Добавляйте один момент к этому. Есть времена, в которые мужчине просто не советуются. Нехорошо находиться возле жены. Почему? Когда женщина, она красится. Когда женщина, она приводит к себе в порядок. Я не знаю. Это женщина, если посмотрим, что у нее находится в ЙОУ. Где у нее парфюмерия. Где все эти дела. Железы. Всякие там. Пудры. Мазы. Эти. Мамы. Этажи просто. Этажи. Все то, что ты захочешь. Все то, что ты видел. Все то, что ты не видел. Все то, что ты не можешь представить. И ты не понимаешь, как мужчина, зачем, сколько вещей. Что это должно быть. Эти железы. Мы не знаем. Она вырывает тебе. Она это. Ей это не понравилось. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Пять минут обещанный. Может два часа превратиться. Все прекрасно знаем это. Это момент. Это не совсем приятный и симпатичный может быть для мужчины. Оставь свою жену быть одной. В этот момент, когда она это вырывает. И она все чистит. И она это. Это не совсем уж ли приятно и симпатично. И может быть придет, не дай бог, вот этот, дойти чрезмерно. Вот эта близость даже. Такие моменты. Это может, не дай бог, привести наоборот к отдалению друг друга. Есть еще другой момент. То, что есть некоторые магазины, которые именно только для женщин. Мужина должен знать. То, что в этот момент зайти для женщин не совсем приятно. И тем более, если мужчина выбирает там некоторые вещи. Ей может быть не совсем приятно эти вещи. Видеть мужчину, своего мужа как бы выбрать. Мне это нравится. Мне это не нравится. Есть вещи, которые она должна быть именно сам по себе. Она должна быть именно сам по себе. Она должна быть сам по себе. Потому что иногда вот это приближение. Даже мы чрезмерно любые. Мы хотим быть вместе и так далее. И так далее. Иногда чрезмерно дойти то, что называется. Наиды через такое слово. Кишкес. Дойти именно там. Вот именно. Чрезмерно именно. Иногда это тоже может привести к дистанции. Еще один момент, который я говорю очень большой осторожностью, это роды. Во время родов не советуется, чтобы мужчина был со своей женой. Это вещь, в которой женщина переходит, переживает не совсем простое время ее жизни. Это не совсем, она не своем тарелке, это же можно сказать. И даже если мужчина говорит, что я был уже два-три раза и уже все было хорошо, кто говорит, что в третий раз не будет тот момент, когда будет просто не, 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 неприятно, неприятно. Не хотеть именно время этого. Так советуется дивизион для наших раввинов, то, что не надо хотеть. В этот момент это вещь, которую оставь.